Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В 1875 году произошло замечательное событие. Был опубликован древнеегипетский медицинский трактат, названный по имени немецкого египтолога и писателя Георга Эберса. Папирус Эберса – один из древнейших в истории медицины документов, содержащий сведения о внутренних болезнях. Еще один папирус, так называемый папирус Эдвина Смита, древнейший из всех известных до сих пор руководств по хирургии, был найден также в Египте. В этих документах анализируются и квалифицируются извечные человеческие недуги и травмы – раны, вывихи, переломы, опухоли, язвы, нарывы. Читая эти записи, можно сделать вывод об уровне развития медицины Древнего Египта. Из них можно узнать, что раны обрабатывались лечебными мазями, заклеивались липким пластырем или же зашивались. Вместо ваты использовались хлопчатобумажные волокна. Известно, что египтяне знали о важности работы сердца и кровеносных сосудов, о первостепенной важности для организма крови, о том, что ее потеря приводит к смерти. Еще один древнейший документ, свидетельствующий об уровне медицинских познаний Древнего мира – это как неудивительно Библия, в частности изучаемая нами книга «Левит». В ней содержатся подробные указания, касающиеся болезни и правил соблюдения гигиены. Можно сказать, что здесь есть также сведения из области такой медицинской науки, как диетология. В 11 главе этой книги речь идет о тех животных, которых следовало употреблять израильтянам в пищу. Итак, давайте вместе с доктором Макги продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение 11 главы книги «Левит». В библейском повествовании о сыновьях Аарона, согрешивших против Бога, кроется великая истина, которую мы должны понять и усвоить. Люди эти поступили своевольно и упрямо, за что Бог осудил и наказал их. Их поступок есть не что иное, как богохульство. Сегодня многие люди спрашивают меня, можно ли ходить в церковь, которая отрицает божественность Христа. Друзья мои, неужели вы и правда думаете, что кто-то может прийти к Богу в такой церкви? Игнорируя волю Божью и Его заповеди. Если бы Бог начал наказывать сегодня, то, я думаю, половина всех прихожан погибла бы. Либералы погибли бы потому, что они отрицают божественность Христа. А многие члены фундаментальных церквей погибли бы как Анания и Сапфира за свое лицемерие и ложь Духу Святому. Но сегодня Бог поступает милостиво. Он дает время на раскаяние. Он позволяет людям прийти к познанию истины. В противном случае многие бы поплатили своей жизнью. Вот чудесный урок для вас и для меня. Приходить к Богу мы должны только на Его условиях. Сами мы никаких условий или правил придумывать не можем. Спасает Бог. И Он решает, как Он будет спасать. А Иисус Христос говорит, что никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. А теперь давайте поговорим об 11 главе книги Левит. В ней мы прочтем о специальной диете для народа Божьего и о возможности оскверниться при соприкосновении с нечистыми предметами. Об этом же пишет 14 глава книги Второзакония. 11 глава книги Левит очень необычна. Мы подошли к резкой перемене в нашем повествовании. Внимание перемещается от священников к людям, от жертвоприношения к питанию человека, от поклонения Богу к жизни в этом мире. И эта перемена, этот переход от священного к мирскому происходит как бы на одном дыхании. У нас не создается впечатление, что повествование идет уже о другом предмете. Сегодня мы проводим ложное различие между святым и мирским. Мы уверены, что все, что в церкви, то свято. Похоже, в нашем сознании священными считаются даже церковные сплетни, особенно когда они замаскированы под просьбу о молитве. А если мы слышим те же самые сплетни, но уже вне церкви, то считаем, что они принадлежат миру. Однако Бог не делает такой резкой границы между мирским и церковным. Друзья мои, любое наше дело должно совершаться во славу Божью. Нам не к чему отличать святое от мирского. Бог в своих делах и в Своем слове может мгновенно назвать то, что мы называем святым, мирским, не делая никаких различий. Глава эта кажется такой необычной, потому что Бог в ней дает народу Израиля особую диету, своего рода меню. Отныне евреи должны есть определенную пищу. Им запрещается есть пищу, которой нет в этом списке. Тут возникает очень важный вопрос. Неужели Бога, правящего нашей необъятной вселенной, так сильно волнует, что Его творение будет есть на обед? Неужели тот, кто создал весь мир, будет сам составлять меню для человека? И глава эта дает ответ. Бога интересовали, и сейчас интересуют любые подробности и мелочи из жизни Его народа. Для Него нет мелочей, когда дело касается нас, верующих во Христа. Одна дама спросила Кэмпбелла Моргана, нужно ли нам молиться о мелочах в нашей повседневной жизни. И он ей ответил. А что в нашей жизни, по вашему мнению, имеет большое значение для Бога? Это у людей есть привычка делить все в своей жизни на значительное и незначительное. А перед Богом такого деления не существует. Для Него все в нашей жизни значительно. И ни одна мелочь, даже самая незначительная, не уходит от Его внимания. Существует множество указаний и повелений от Господа, чтобы мы молились обо всем и все вверяли Ему. Глава эта содержит великие духовные уроки, которые мы рассмотрим. Но у нее также есть и один практический аспект, которого мы иногда не замечаем от того, что он относится только к Израилю. Поскольку Бог запрещал есть одних животных и одновременно разрешал есть других, можно предположить, что это было связано с заботой о здоровье Его народа. Им разрешено было использовать в пищу определенные виды животных, рыб и птиц и запрещены некоторые другие виды. Это различие между чистым и нечистым было не просто предрассудком и не просто религиозным обрядом. Должна была быть какая-то польза от того, что люди следовали этой диете. И история должна была доказать, что у Бога были серьезные и достаточные основания, чтобы провести такое различие между животными. Конечно, Бог мог совершенно произвольно разделить животных на чистых и нечистых. Однако Он всегда действовал во благо Своего народа. Верно ли это в данном случае? Позвольте мне теперь привести цитату из доктора Келлога. Он пишет, Одним из величайших открытий современной науки является тот факт, что возбудителями большинства болезней, которые поражают животных, являются низшие формы паразитов. Особенно подвержены таким заболеваниям животные, которые питаются падалью, хотя полностью от таких болезней не застрахован никто. Еще одним открытием новейшего времени, которое дает не меньшее значение для вопроса, поднятого в данной главе, является ныне доказанный факт, что многие из этих паразитических заболеваний распространены как раз среди животных и среди людей и могут передаваться от первых к последним. В качестве примера доктор Келлог называет паразитов, которые водятся у свиней, индейок и лошадей. Ясно, что Моисей ничего не знал об этих болезнях, как, впрочем, и египетские врачи, но Бог знал о них все, и Он провел это различие между чистыми и нечистыми животными. Можем ли мы видеть это в мировой истории? Конечно, можем. Послушайте, что сказал доктор Ноэль де Мюссе в своей речи в Парижской медицинской академии в 1885 году. Мысль о паразитических и инфекционных заболеваниях, которые завоевали столь значительное место в современной патологии, по-видимому, очень занимала Моисея и оказала решающее влияние на его правила гигиены. Моисей исключил из израильской диеты животных, которые были особенно подвержены воздействию паразитов. И поскольку микробы и споры инфекционных заболеваний живут в крови, Моисей приказывает, чтобы кровь убитых животных сливалась перед тем, как готовить из них пищу. Откуда это было известно Моисею? Ему сказал об этом Бог. Позвольте мне снова процитировать слова доктора Келлога. Еще во время эпидемии чумы, когда почти вся Европа подвергалась чудовищному опустошению, евреи почти все избежали этой эпидемии, чем возбудили подозрения у народа, которое даже переросло в гнев. Их обвинили в том, что это они отравили колодцы и источники воды у своих соседей, что привело к страшной эпидемии. А вот что писал профессор Хозмер. Вся история Израиля замечательно демонстрирует мудрость древних законодателей. Евреи пострадали куда меньше, чем остальные народы во времена чумы. А что касается продолжительности жизни и общего здоровья, то они во все времена отличались в этом отношении. И по сей день страховые агентства оценивают жизнь евреев в гораздо большую сумму, чем жизнь представителей других народов. Доктор Беринс заявляет, в Пруссии средняя продолжительность жизни еврея была на пять лет больше общей средней продолжительности жизни. Конечно, в наши дни евреи стали нарушать свою диету, и потому этот разрыв сокращается. Но было время, когда евреи жили в два раза дольше, чем их соседи-язычники. Из всего этого мы можем и должны извлечь сегодня соответствующие уроки. Мы с готовностью обвиняем израильтян в том, что они уделяют такое большое внимание физическому и совсем упускают духовное. Однако в то же время мы сами уделяем такое большое внимание духовному, что нередко совсем забываем о физическом. Христианин не должен забывать о своем теле, о пище, которую ест, о правильном уходе за своим телом. Он всегда должен помнить, что его тело – это скиния Бога и храм Духа Святого. Человек имеет как физическую, так и духовную природу. И пока мы живем здесь, на земле, в этом теле, обе эти природы функционально важны. В то же самое время сегодня нам вполне определенно говорят, что мы можем есть все, что хотим. Хотите есть гремучих змей? Пожалуйста. В пище самой по себе, ешь ее или не ешь, нет никакой духовной ценности. А придавать пище некую духовность – не что иное, как суеверие. Но давайте посмотрим, что говорит Писание по этому поводу. Вот 14 стих 14 главы послания к римлянам. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым тому нечисто». 8 стих 8 главы 1 послания к Коринфянам. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». 13 стих 6 главы 1 послания к Коринфянам. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». 31 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Следует подчеркнуть, что чревоугодие строго запрещается Богом. А воздержание в пище, самоконтроль – это обязанность для всех, кто живет под благодатью. Посмотрим теперь на структуру 11 главы. Стихи с 1 по 8 рассказывают о чистых и нечистых животных, которые живут на земле. Стихи с 9 по 12 рассказывают о чистых и нечистых животных, которые живут в воде. Стихи с 13 по 19 рассказывают о чистых и нечистых птицах, которые водятся в воздухе. Стихи с двадцатого по двадцать третий рассказывают о чистых и нечистых присмыкающихся, ползающих по земле. Стихи с двадцать четвертого по тридцать восьмой рассказывают о прикосновении к трупам нечистых животных. Стихи с тридцать девятого по сороковой рассказывают о прикосновении к трупам чистых животных. Стихи с 41 по 45 рассказывают об осквернении от пресмыкающихся. В стихах 46 и 47 приводится классификация чистого и нечистого, данная самим Богом. Итак, давайте прочтем о чистых и нечистых животных, которые водятся на земле. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле». Бог проводит четкую линию различия между светом и тенью, ночью и днем, черным и белым, добром и злом, чистым и нечистым. Заметьте, именно Бог провел различия между светом и тьмой. Он хочет обострить умение человека распознавать добро и зло, свет и тьму. Он хочет, чтобы человек хорошо видел эти божественные различия. Бог хочет, чтобы человек любил хорошее и ненавидел плохое. Нынешний век стал свидетелем того, как притупляется чувствительность человека к резким различиям между правдой и неправдой, между хорошим и плохим. Сегодня человек пытается все в жизни поместить в серую промежуточную зону, где отсутствует всякая мораль. А Бог специально проводит эти различия, чтобы привести человека к жертвеннику и к пролитой крови Христа для очищения и прощения. Бог устанавливает правила. Кто-то может спросить, а откуда вам известно, что правильно? Правильно то, что сказал Бог. Ведь это Его Вселенная. Он установил права для всей физической Вселенной. Вам известны лучшие правила, чем те, которые установил Бог? Вы хотите нарушить закон всемирного тяготения и спрыгнуть с земли? Эта попытка вам дорого обойдется. Уверяю вас, никому не дано безнаказанно нарушать законы природы, установленные Богом. Бог вхож и в сферу повседневной человеческой жизни. А ярче всего эта повседневность выражается в том, что человек должен каждый день есть. Бог объявляет, что одна пища чиста, а другая нечиста. Человеку необходимо напоминать, что он живет в мире, который переполнен грехом. Он должен научиться выбирать добро и отвергать зло. Конечно, различия в пище имела нравственный характер. Но чистые животные были к тому же полезны и питательны для человеческого организма. Различие между чистыми и нечистыми животными гораздо древнее, чем закон Моисея. Нам известно, что еще Ной проводил такое различие. Примечательно, что набор животных, рыб и птиц, пригодных к пище, полностью соответствовал тому, чем питались люди цивилизованного общества на протяжении всех этих столетий и чем они питаются до сих пор. Это не случайно, ведь именно Бог провел грань между пригодным и непригодным в пищу. Еще нужно отметить тот факт, что мясо определенных животных было весьма полезно и безопасно именно в то время и в том месте. Но это не значило, что оно будет также полезно в другом месте и при других обстоятельствах. Сегодня у нас нет никаких повелений или заповедей, которые касались бы чистых и нечистых животных. Эта глава, кроме всего прочего, затрагивает и нравственные вопросы. Человек живет в мире греха. И Бог требует признания этого факта. Нужно сделать свой выбор. У падшего человека, далекого от Эдемского сада, по-прежнему есть дерево, от которого Бог запрещает есть. Мне кажется, нравственная цель здесь превыше всего. Вспомните, как Петр увидел сходящее к нему большое полотно, в котором находились всякие звери и птицы, и не пожелал есть их, хотя Бог и велел ему, чтобы он ел и не стеснялся. Бог сказал, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Так мы читаем в 15 стихе 10 главы книг Деяний святых апостолов. Другими словами, правила устанавливает Бог. И это все важные нравственные уроки для нас. Бог создает правила, и человек должен действовать в строгом соответствии с этими правилами. Теперь читаем третий стих. «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Вот правило, которое определяло, каких животных можно есть. Оно повторяется и в 6 стихе 14 главы книги Второзакония, где приводятся валы, овцы, козы, олень, серна, буйвол, лань, зубр, орикс и камелопарт. В книге Левит даются принципы и правила о нечистых животных. В книге Второзакония принципам и правилам такое внимание не уделяется, однако в то же время дается подробный список чистых животных. Книга Левит обращает внимание на отрицательное, книга Второзакония сосредотачивает наше внимание на положительном. В книге Левит разделение между чистым и нечистым проводится очень резко, хотя оно и не представляет из себя новой заповеди или повеления. Это разделение не было основано ни на каких четких биологических различиях, скорее здесь учитывался прежде всего фактор полезности для здоровья. Некоторые языческие народы, например, персы, верили, что одни животные были сотворены хорошим богом, тогда как других животных сотворил плохой бог. Нет, один бог сотворил всех животных, и природа животного, которая могла бы по человеческим представлениям символизировать тот или иной грех, или ту или иную добродетель не имела никакого значения при установлении правил использования животных в пищу. Например, лев был нечистым животным, но в то же время он представлял Господа Иисуса Христа как символ колена Иудина. Именно поэтому Иисуса зовут львом из колена Иудина. Нет никакой связи между душой и телом, которую провозглашают некоторые современные языческие культы. Природа животного никак не передается тому, кто съест мясо этого животного. Это все чепуха и предрассудки. Некоторые вегетарианцы, например, утверждают, что люди становятся жестокими от того, что едят мясо. Позвольте вам заметить, что среди вегетарианцев я встречал немало подлецов. Все эти разговоры – пустое сотрясение воздуха. Итак, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение 11 главы книги Левит. Сегодня мы говорили о том, что Бог не делит жизнь человека на светскую и религиозную. Для Него важны все мелочи нашей жизни, вплоть до того, что человек употребляет в пищу, как это было в истории израильского народа. Бог разделил всех животных на чистых и нечистых. И, как свидетельствует современная медицина, это имело смысл с точки зрения здоровья человека. Христианин не должен забывать и о физическом, и о том, в каком состоянии находится его тело, какую пищу он ест, какой образ жизни он ведет. Мы должны всегда помнить о том, что тело – это, как сказано в первом послании Коринфянам, храм Божий, храм Святого Духа. Человек имеет как духовную, так и физическую природу, и потому, пока мы живем здесь, на земле, важно заботиться в том числе и о теле. В то же время сама пища не несет никакого духовного смысла. Пища не приближает нас к Богу, пишет апостол Павел в том же первом послании к Коринфянам. «Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Пища для чрева, и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Апостол Павел признается, «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто». В результате этих размышлений апостол Павел делает вывод, «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию». Поэтому воздержание в пище и самоконтроль является хорошей привычкой для христианина, живущего под благодатью. Мы также говорили о том, что Бог проводит четкое различие между чистым и нечистым, подобно тому, как Он отделил свет от тьмы. Часто люди не желают отличать доброе от злого, они пытаются стереть все границы и жить в некой промежуточной зоне, в которой отсутствует всякая мораль. Бог напоминает о том, что человек живет в мире полном греха, и поэтому Он должен научиться выбирать добро и отвергать зло. Как записано в книге «Второзаконие» «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Какой выбор сделаете вы, дорогие друзья? Изберете ли вы жизнь, жизнь с избытком, которую дает Иисус Христос? Или же вашей вечной участью станет погибель? Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте – Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписанием наших передач мы вышли всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok